Новости в эфире. В студии работает Алмаз Ашим. Здравствуйте. Касум Шумар Токаев посетил машиностроительный завод в Уральске, где планируют наладить производство дождевальных машин для сферы АПК. Об этом сообщили руководители предприятия. Он рассказал президенту, что завод также производит высокотехнологичное оборудование для добычи, переработки, транспортировки нефтегаза, а также сложных металлоконструкций. В партнерстве с холдингами из США предприятие осваивает новейшие газотурбинные технологии. Газовые турбины General Electric, на базе него мы сертифицировались в Америке, в Италии, в Австрии, в Швейцарии. Наши специалисты прошли обучение и сертифицировались, и мы можем ремонтировать газовые турбины. Причем самые сложные в горячей части, в проточной части можем ремонтировать. В прошлом году мы вышли с предложением КАЗ-Трансгаз создать мультивендорный сервисный центр, чтобы газовые турбины всех производителей ремонтировались только в Казахстане. Не надо было куда-то ехать, их отдавать и так далее. Другим темам. Тяжело больные заключенные смогут получить отсрочку наказания, чтобы поправить здоровье. Это касается только тех, кому суд назначил лишение свободы. По словам министра внутренних дел Марата Афмиджанова, такая норма позволит обеспечить им право на своевременное получение медпомощи. По его данным, за последние 20 лет в нашей стране после освобождения скончались 90% тяжело больных граждан. Предложенные изменения уже одобрили сенаторы. К слову, пересмотреть законодательство решено в связи с ратификацией соглашения с ООН против пыток. Это делается для гуманизации нынешней системы уголовно-исполнительного наказания в Казахстане. Уже в мае на сессии ООН против пыток власти отчитаются о мерах, принятых против пыток в нашей стране. Там и прозвучит оценка реформ в области прав человека. Если человек подлежит действительно неизлечимой боли и подлежит по той категории, она будет устанавливаться судом. Он не освобождается, еще раз вам хочу сказать, он направляется на лечение. То есть освобождается с мест лишения свободы и больницу. Решено также законодательно разграничить пытки и факты жестокого обращения с подозреваемыми. Об этом в Сенате рассказал глава МВД Марат Ахмеджанов. По его словам, ранее из-за пробелов в законодательстве такого понятия не было. Теперь уже жестокое, бесчеловечное или уничижающее достоинство обращения вывели на как отдельный состав преступления. На 12 лет осудили экс-министра обороны Мурата Бектанова. В военном суде сообщили, что свой срок он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Другие подробности судебного процесса пока не разглашаются. Дело находится под грифом «секретно». Напомню, в январе генпрокурор Берик Аслов заявлял, что во время январских событий экс-министр Мурат Бектанов отдавал явно незаконные приказы. Под домашний арест отпустить Гульмиру Сатбалды попросил в суде сегодня ее адвокат. Однако, по словам прокурора Альмиры Кожахметовой, есть основания держать подсудимую под стражей. Были факты, когда Гульмира Сатбалды пыталась пересечь границу в ходе досудебного производства. В суде номер 2 столичного района Байконер проходят предварительные слушания по этому делу. Напомню, бывшая жена осужденного Кайрат Сатбалды обвиняется в самоуправстве и похищении человека. Подсудимыми по делу вместе с ней проходят Мади Батаршаев и Рашид Утибеков. Защита Сатбалды просит суд объединить все уголовные дела в отношении Сатбалды в одно производство. Процесс проходит в Астане, Алматы и Казаларде. Юристы мотивируют обращение тем, что обвиняемая имеет право лично присутствовать во всех судебных заседаниях. Но прокурор заявила, что онлайн-режим не ограничивает права подсудимой. В Казахстане могут ужесточить наказание за призыв к массовым беспорядкам. Соответствующий законопроект рассматривают сенаторы. Как сообщил глава МВД Марат Ахмеджанов, это связано с высокой опасностью преступлений и несоразмерной низкой ответственностью. Теперь за призыв к митингам казахстанцам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. То есть срок предлагают увеличить на 2 года. Ужесточат наказание также за хулиганство, совершенное в составе преступной группы. Кроме того, осужденные за убийство, бандитизм, совершенный с особым цинизмом и в составе преступной группы, не смогут претендовать на условно-досрочное освобождение. КОНЕЦ Накануне вечером в центре грузинской столицы протесты переросли в массовые столкновения с полицией. Против законопроекта выступила также президент Грузии. Учителя вышли на столичные улицы Боливии. В Лапасть проходят митинги работников образования. Протесты переросли в столкновения с полицией. Активисты выступали против новой учебной программы, выдвинутой Минобразования. Чтобы разогнать демонстрантов, в которые бросали бутылки с зажигательной смесью, стражи порядка использовали дубинки. Двоих протестующих задержали. Число погибших из-за взрыва в многоэтажном здании в Бангладеш достигло 19 человек. Еще более 100 пострадали. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются уже вторые сутки. Завалы разбирают спасателям, помогают военные. Напомню, взрыв прогремел в семиэтажном здании на территории рынка столицы Бангладеш накануне. Взрывной волной повреждены два многоэтажных дома. Также сильно пострадал автобус, который стоял на противоположной стороне дороги. К новостям в Казахстане. В западно-казахстанской области риски весеннего половодия сохраняются в областном центре и еще в шести районах. На особом контроле 138 населенных пунктов и более 100 автодорог и железнодорожных участков. Из-за резкого потепления и обильных осадков коммунальные службы и спасатели перешли на усиленный режим работы. В противопаводковых мероприятиях большую поддержку оказывают военнослужащие, волонтеры и местные жители. Это свыше 8 тысяч человек. Кроме того, специалисты ведут постоянный мониторинг на приграничных территориях. Саратовская область, Оренбургская область и Хабдинский район активность к области имеем постоянную связь. Паводковую ситуацию в Октюбинской области оценили с воздуха. Глава региона и представители департамента ПЧС совершили облет Тимирского и Олгинского районов. Они осмотрели истоки рек, состояние дамп и также автодороги Шубар-Кудук-Уилл. Ранее сообщалось, что на 16-м километре трассы есть угроза перелива Талых Вод. Но сейчас препятствий для дорожного движения нет. Тем временем в Байганинском районе по-прежнему отсутствует проезд к трем селам. Продукты и медикаменты населения приобретают в поселке Кульсары, соседней Атараусской области. На обратном пути мы просмотрели бассейн водосбора реки Уилл. По Уиллу уже водотоки начались, по всем оврагам, балкам. Вся вода поступает уже в само русло Уилла. Далее мы осмотрели площадь водосбора рек Савзда-Тамда. На сегодняшний день там снегозапас еще есть. То есть активное таяние еще не началось. И в целом на сегодняшний день обстановка по области стабильная. С учетом того, что сейчас ночные и дневные температуры минусовые. Павод полтонны рыбы, 3000 метров запрещенных для промысла китайских сетей изъяли полицейские Житцузской области. В регионе проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер». По итогам рейдов возбуждено одно уголовное, пять административных дел. Кроме того, зарегистрировано более ста нарушений экологического законодательства. По словам природоохранных полицейских, несмотря на рейды, факты браконьерства не уменьшаются. С начала года около 10 уголовных дел направили в суд. По словам представителей службы ЧС, несмотря на риск, рыболовы продолжают выходить на тонкий лед. На озере Балхаш толщина льда составляет 30 сантиметров, на озере Балак-Алакуль толщина льда составляет 25 сантиметров. Но при этом на берегу, на поверхности льда наблюдаясь вода. В связи с этим присутствует опасность провалиться под лед. В связи с этим мы хотим напомнить о мерах безопасности поведения на льду. Нельзя выходить на лед без спасательных жилетов, нельзя разводить костры и также запрещается выходить на лед при плохой видимости. Ватарао браконьеров приговорили к реальному сроку. За решеткой оказались сразу 26 человек. Они незаконно добывали и избывали рыбу, в том числе осетровых пород. За аналогичное правонарушение перед судом предстали еще 67 горе-рыбаков. Все злоумышленники нанесли ущерб государству почти на полтора миллиарда тенге. По словам прокуроров, возмещать эту сумму будут не только сбытчики, но также те, кто покупал, хранил, перевозил рыбу. Поэтому в надзорном органе попросили казахстанцев приобретать осетровых в специализированных только магазинах и при наличии документов, которые подтверждают законность ее происхождения. Симфонический оркестр театра «Астана-балет» и легендарная группа «Уркер» дадут совместный концерт в столице. Во второй половине десятого театрального сезона зрители ожидает насыщенная программа. Публику познакомят с высокой классикой и уникальными полотнами современного хореографического искусства. Лучшие постановки из репертуара, громкие премьеры, коллаборации с известными артистами, гастроли подготовили организаторы. Театр посетит с постановками «Октобе» и «Алматы». Кроме того, в мае наградят победителей первого республиканского конкурса «Ашер Сахна», где объявят талантливых хореографов, сценографов, композиторов и сценаристов. В десятом театральном сезоне нам удалось работать без каких-либо ограничений. У нас полные залы, у нас идут премьеры. Мы активно гастролируем по Казахстану, мы посетили Грузию. Мы планируем сейчас гастроли в «Октобе», мы планируем гастроли в «Алматы». Мы планируем и развиваем сотрудничество с посольствами, находящимися в Казахстане, приглашаем международные труппы. Эфир продолжит дневная смена. Каиржан Смогулов обсудит с экспертами вместе развитие грузоперевозок в Казахстане.